Высматривая крупные истребители Wildcat фирмы Grumman, он несколькими стами метрами ниже замечает необычный бой. Это Пак Сазерленд, искусно уклоняется от нескольких Zero. Сакай поражён мастерством лётчика Wildcat. Zero должны были без проблем одолеть один Grumman. Но каждый раз, когда Zero брал Wildcat под прицел, вражеский самолёт ускользал и появлялся на хвосте другого Zero. Я никогда не видел такого лётного мастерства. Двумя его противниками являются товарищи Сакайи. Видя, как Wildcat использует их неопытность, Сакайи даёт им знак, что хочет присоединиться к битве. Он пикирует и с дальнего расстояния выдаёт пулемётную очередь. Пак незамедлительно наносит ответный удар, подобравшись к брюху Zero — Сакайи. Историческая дуэль началась. Сакайи пытается отбросить Пага. Но он выравнивает Zero — вираж за виражом. Мы вошли в спираль, и огромная сила тяжести вдавливала нас в сиденье. Казалось, будто мои глаза застелила серая пелена. Когда джунгли Гвадалканала стремительно приближаются к истребителю, Пак выходит из спирали и делает петлю. Это ошибка. Zero легко превзошёл Уайлдкет в этом манёвре. Я полетел за ним и сел ему на хвост. Я сделал в кабину Грумана 200 выстрелов и смотрел, как пули съедают тонкий металлический каркас и разбивают стекло. Я не мог поверить своим глазам. Уайлдкет летел так, словно ничего не произошло. Zero, в который попало бы столько пуль, давно превратился бы в огненный шар. Производитель истребителя Уайлдкет Груман создал кабину, которая может вынести серьёзные повреждения. Сазерленд был защищён от любого яростного удара, потому что эта плита идёт почти от верха крыши до пола кабины. Я был глубоко признателен создателем броневой защиты, потому что мог слышать, как поток пуль врезался в неё позади меня. Вот что слышал Паг Сазерленд — постукивание малокалиберных винтовочных пуль по крыше. Такие маленькие пули не оставляли следов на сильно бронированном истребителе. Передняя часть лобового стекла состоит из многослойного стекла толщиной 8 сантиметров. Оно называется бронированным стеклом, и оно может остановить пулю калибра 7,7, выпущенную с любого расстояния. Благодаря прочности этого самолёта, броневой защите вокруг кабины и протекции топливных баков, которая предотвращала серьёзные пожары в полёте, Сазерленд мог противостоять трём-четырём Зеро. Но у Зеро было более серьёзное оружие, установленное на крыльях пушки. Сакай и некоторые другие опытные пилоты Зеро больше любили использовать калибр 7,7. Из расходов их они вынимали этот молоток — 20-миллиметровые патроны. С целью прицелиться для выстрела. Сакай подлетает ближе к Wildcat, но его ждёт сюрприз. Пак вот-вот нажмёт на тормоз. Я дал полный газ, когда враг снизил скорость. Через мгновение я был в 9 метрах перед Wildcat, пытаясь замедлить ход. Пак отлично расставил свою ловушку. Зеро теперь у него под прицелом. Сакай готовит себя к неизбежному концу. Я втянул голову в плечи и приготовился к атаке его пулемётов. Но ничего не произошло. Пуль не было. Пулемёты Wildcat остались безмолвными. Вся эта ситуация была невероятной. Загадочно, но в это короткое важное мгновение Пак Сазерленд не пошёл на убийство. Был его самолёт повреждён? Заклинило ли его пулемёт? Или Пак по какой-то причине не смог нажать на спусковой крючок? Сакай не может поверить в свою удачу. Он незамедлительно уклоняется от линии огня истребителя Wildcat. Он выровнялся рядом с самолётом Пака. Посмотрев на американского лётчика, Сакай увидел, что он ранен. Его плечо было окровавлено. Я видел, как по его груди расползается кровавое пятно. Теперь очередь Сакайи не открывать огонь. На один миг он не решается нанести последний удар. Честно, я не знал, стоит ли мне пытаться прикончить его. Конечно, так думать глупо. Раненый или нет, он был врагом. В своих мемуарах Сакайи будет утверждать, что намеренно старался не целиться в пилота. Но когда Пак начал резко набирать высоту, Сакайи знал, что самолёт нужно уничтожить. Это было решено. Я тщательно прицелялся в двигатель. Зеро пустил пулемётную очередь под левое крыло. Я спикировал вправо. Когда Пак выпрыгнул с парашютом, его оружие выпало из кобуры. Ему удалось раскрыть парашют в менее чем 120 метрах от верхушек деревьев. Падая на землю, он видит, как взорвался его самолёт. Он мог развернуться и полететь домой вместе с бомбардировщиками. Но он этого не хотел. Для него этот бой ещё не закончился. Он высматривает в небе другие истребители. Вдалеке он заметил 8 точек. Подумав, что это истребители, он покинул строй, дал полный газ и полетел к ним. Будучи в 270 метрах от них, он понял, что это пикирующие бомбардировщики, и их пулемёты нацелены на него. Поворачивать было слишком поздно. Он выпустил пулемётную очередь прямо в строй. Тогда-то его избили. Один из задних пулемётчиков был так близко, что видел лицо Сакайи. Он видел, как Сакайя откинулся в кресле. Одно мгновение — бум, и его не было. Я несколько раз моргнул. В чём дело? Всё было таким красным. Меня охватила паника от мысли, что я ослеп. Потом я передвинул ноги к панели штурвала. Подвижна была только моя правая нога. Зеро занесло, когда панель пошла вниз. Вся моя левая сторона оказалась парализованной. Фрагменты пули из пикирующих бомбардировщиков в «Донтлесс» серьёзно ранили Сакайя. Самообъясняет Ральфу, как удерживание самолёта в воздухе стало для Сакайи самым удивительным тестом на выносливость. Когда я разговаривал с Сакайи, он показал мне защитные очки и каску, которые были у него в той операции. Пуля вошла в его голову прямо над правым глазом и разбила оправу очков. А вышла она с задней части его головы. Если взять этот кожаный шлем, увидишь, где пуля вошла и вышла. Пуля прошла через его череп? Она прошла через его мозг. Это чудо, что он не умер на месте. То, что пуля сначала прошла через лобовое стекло, замедлило её ход и не дало убить Сакайи. Левая часть его тела сразу же была парализована. Он не мог двигать левой ногой и рукой. Чтобы не потерять сознание, Сакайи причиняет себе боль, теребя раны. Он настолько уверен, что умрёт, что решает завершить бой достойно пилота-смертника. Был момент, когда он летает взад и вперёд, пытаясь высмотреть вражеские корабли, в которые он мог бы врезаться. Он летал зигзагом. Если я должен умереть, я могу уйти, как самурай. Моя смерть унесёт с собой врага. Корабль. Мне нужен вражеский корабль. Он сказал, что потом у него было видение матери. Она говорила, «Сын, проснись, проснись, соберись. Направь зеро в том направлении». Он сказал, что направил свой зеро в определённом направлении и молился, что доберётся до дома. Думаю, нам очень сложно понять, какой подвиг лётного мастерства совершил этот парень, не имея ни навигационных приборов, ни раций, ничего, кроме компаса. Ещё и с пулей в голове. Это удивительный подвиг. Это один из эпических полётов в истории авиации. После тяжёлого четырёхчасового полёта Сакайи, слепой на один глаз, парализованный на одну сторону и едва в сознании, наконец, сажает свой самолёт на базе в Рабауле.